Нам открыты все маршруты! С добрым утром, девочки и мальчики! Сегодня вместе с Хрюшей и Мариной Яковлевой это утро встретит талантливая телеведущая Ирина Кудова. Доброе утро! Доброе утро, Марина! Доброе утро, Хрюша! Доброе утро, девочки и мальчики! Очень рады с вами познакомиться. И я очень рада, ребята! Хрюша, я вообще мечтала с тобой познакомиться с моего самого детства. Вот, и мечта сбылась. Ирина, мы уверены, что вам сегодня было несложно подняться так рано и приехать к нам в гости. Марина, абсолютно права, потому что у меня трое маленьких деток. Они встают в 6 утра, поэтому вставать утром это абсолютно не проблема. У меня такие разносторонние дети. Я уверена, что сейчас каждый родитель скажет, у меня самый разносторонний развитый ребенок на свете. Я про своих тоже самое могу сказать. Каждый из них абсолютно по-разному воспринимает этот мир. Старшая обожает тэквондо, китайский, иностранные языки. И вообще средне увлекается музыкой. Я вообще надеюсь, что это станет ее, ну, какой-то такой вот профессиональной деятельностью. А младшая, она такая, о, девочка-цветочек. Ей еще 4 года, да. А ваши дочки смотрят нашу программу? Ой, они обожают, обожают телеканал «Карусель» и обожают встречать утро вместе с вами, да. Это приятно слышать. А вот у вас с дочками есть какие-то общие увлечения? Это очень интересно. Это увлечение началось у нас не так давно, потому что мы с детьми не путешествуем, пока им не исполнится, там, допустим, 3-4 года. Но сейчас, когда младшие уже 4 года, мы начали ездить. И ура-ура, им тоже нравится летать на самолетах, им тоже нравится открывать новые страны. С другой стороны, кому это не нравится, правда? Ну, конечно. Ирина, а вы знаете, что опыт путешественника пригодится вам прямо сейчас? Серьезно? А каким же образом? Мы что, прямо сейчас куда-то отправляемся? Совершенно верно, все очень серьезно. Мы с Хрюшей подготовили для вас настоящее путешествие. Отвечу только непростое. И это будет путешествие по сказочной стране. И как в любом путешествии, у нас будут разные остановки. А какие именно, узнаем прямо сейчас. Нам открыты все маршруты. Итак, первая станция у нас какая, Марина? Первая станция почтовая. Так, на каждой станции надо выполнить задание. На почтовой угадать авторов сказочных телеграмм. Правильный ответ покажет наш волшебный телевизор. Вот смотрите, телеграммы, они же должны быть в почтовом ящике. А где почтовый ящик? Одно мгновение. Итак. Телеграммки. Смотрим первую. Извините, приехать не могу. Сдал свои сапоги в ремонт. Так, Ирина, кто это? Кто это мог написать? Ой, кто же прислал нам эту телеграмму? Вот интересно, девочки и мальчики уже угадали, наверняка. Я вот сейчас думаю. Вот смотрите, сапоги в ремонт. Это значит, этот наверняка сказочный персонаж, раз у нас такое сказочное путешествие. И наверняка этот персонаж ходит в сапогах. И единственный персонаж, которого я знаю в сапогах, это кот в сапогах. Так. И теперь мы смотрим правильный ответ. Ирина, подойдите к Мариночке. Да. Так, внимание на экран. И это правильный ответ. Кот в сапогах. Кот в сапогах. Следующая телеграмма. Встретиться не можем. Разбилось яйцо. Дед и баба плачут. Должна успокоить. Да. Кто это? Кто это? Ой, я задумалась. Я сначала подумала про Шалтай Балтая, который сидел на стене, который свалился во сне. И вот, соответственно, ну, с другой стороны, она же говорит, я не могу оставить деда и бабу. Она их успокаивает, значит, это курочка Ряба. Интересно, а это правильный ответ? Правильно. Все правильно. Курочка Ряба. Это она должна успокоить деда с бабой. Не могу покинуть пост. Надо ходить направо, налево и охранять дуб со сказками. О! Что? Уже сразу все понятно? Люша, я уже все поняла. Марин, я поняла. Это прекрасный кот, который ходит по цепи кругом вокруг дуба. Ну-ка посмотрим. Посмотрим. Интересно, правильно ли это ответ? О, боже, ура. Красавчик какой. Все правильно, прекрасно. Вы справились на отлично. Спасибо большое, ребята. Продолжаем путешествие. Следующая станция ученая. Так, 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 что же мне предстоит делать там? Здесь нужно будет убрать лишнее и объяснить почему. Итак, следующее задание. Посмотрите на наш экран. Колобок, лиса и журавль, сказка о рыбаке и рыбке, каша и стопора. Вот что здесь лишнее? Очень хороший вопрос. Давайте рассуждать логически. У этих трех сказок есть автор? Кто их написан? Ну, это русские народные сказки. Да, точно. Это русские народные сказки. А вот у сказки о рыбаке и рыбке автор есть. Это прекрасный Александр Сергеевич Пушкин. Так, смотрим правильный ответ. И это верно! Вот она исчезла. Слушайте, следующий вопрос. Мачеха, мышь, ласточка, крот. Вот что скажете? Так, я прямо угадываю эту сказку. Здесь ласточка, крот и мышка из сказки про дюймовочку. Про маленькую девочку, которую нашла вот эта добрая женщина. Ну, а мачеха это из другой сказки. Персонаж мачеха все-таки из сказки про золушку. Так. Ну, конечно! Лишнее здесь мачеха. Надо же. Оказывается, отвечать на ваши вопросы не так уж и просто. Да. Ну, и у нас осталась еще одна остановка. Станция Водумляндия. И тут задание самое сложное. На одной картинке художник со станции Водумляндия объединил сразу несколько сказок. Вам надо сказать, какие именно сказки. Так, так, так. Я вижу девочку с голубыми волосами. Это Мальвина. Следующую девочку я не узнаю. А, у нее шапочка красная. Точно. Ну, и кроме Мальвины и красной шапочки, здесь персонажи из сказки Репка. И получается у нас сколько сказок здесь? Три. Ровно три сказки. Прекрасно, прекрасно. Вы доказали, что можете путешествовать не только по обыкновенным странам, но и по сказочной стране. Ой, спасибо большое, Марина. Спасибо большое, Хрюша. Честно сказать, мне было совершенно непросто путешествовать по этим трем станциям. Ну, очень хорошо, что мне все-таки это удалось. Спасибо большое за прекрасное утро. А, ну, в таком случае приходите еще, будем вас ждать. Спасибо большое. И обязательно подпишитесь на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там классные фото и видео. Подпишитесь. Конечно, подпишусь. Ребята, а вы не переключайтесь, впереди еще много интересного. Смотрите канал Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики.